Дамы и господин, доброе утро, приветствую толпу и таким образом можем начинать работу Сегодняшнюю тема современная фонология и грамматика английского языка, но совсем официально только морфология английского языка Но я попробую говорить и о фонетике и о грамматике вообще, между прочим о синтаксике, потому что таким образом можем получать целую картину этого языка Кроме того, задача исключительно сложная, потому что и этот язык хантыйский расчленен на многие диалекты которые различаются иногда во многом друг от друга Здесь вы видите теперь на экране, какие самые важные диалекты хантыйского языка Этот листок начинается с востока, идет до севера Вообще, говорим о восточных диалектах и о западных диалектах Внутри этих групп имеются еще и другие группы на востоке Прежде всего, вахово-сюганский диалект Эти формы хантыйского языка почти абсолютно тождественны Имеются только очень маленькие разницы Более обширную группу формируют так называемые сургутские диалекты Которым принадлежат диалекты Трем-югана или Тром-югана Современный вариант этого диалекта Тром-аганский диалект Т-Р-А Потом юганский, пымский И, наконец, саламский диалект Который может быть переходная форма Между восточными и южными диалектами Южные диалекты Формируют подгруппу Западную группу Вообще, можем сказать, что Эти диалекты Так называемые иртышские диалекты Которые Существовали когда-то На реке Иртиша И там на маленьких реках В современности Этих диалектов, к сожалению, уже нет Последние говорящие Умерли Может быть, уже сто лет тому назад Значит, то, что мы знаем об этих диалектах Это только история языка Среди северных диалектов Самые южные Внизьями В определенном смысле слова Похожи на иртышские диалекты В основном фонетики языка Здесь, видите, в скобках После шеркальского диалекта ОМ Название шеркальский диалект Употребляется в основном В специальной литературе Написанной не русскими А иностранцами И русские называют Этот говор Среднеобский Или среднеобской диалект ОМ Это сокращение немецкое Я всегда Употребляю в этой лекции Немецкие сокращения По той простой причине Что Центральным Рабочим языком Международным рабочим языком Нашей науки Был немецкий Таким образом И сокращение Всех диалектов Всех уральских языков Были вообще Обозначены Немецкими сокращениями И что может быть Самое важное Когда Примерно 30 лет назад Мы издали Уральский Этимологический словарь Тоже на немецком языке Там вы тоже Все данные Под немецкими сокращениями Значит Это практическое решение Решение Очень простое тоже Здесь на фигуре Видим Отношения Между этими диалектами Здесь Первая картина На венгерском языке Не работает Но уже работает Спасибо Вверху Видите Северные Диалекции Здесь Внизу Южные И потом На правой стороне Восточные Посмотрим Венгерский Круг Потому что Здесь Легко читать Сокращения Спасибо Здесь Это группа Западная группа То есть Северный Северный И южный Диалект И потом На правой стороне Восточный Здесь Здесь вы видите Степень Родства Между диалектами Здесь Это Там тоже видно Да 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 Вален Родство Сравнительно Далекое Здесь Вверху И Родство Сильное Сравнительно Сильное Пойдемте Дальше Здесь В этой Таблице Видите Древнее Хантыйское Согласие Значит Это Реконструкция Самое Важное Здесь Что Были В Древнем Хантыйском Языке Заднеязычные Шиловые Которые Обозначены Греческой Буквой Гамма Г Г Очень Часто Выступает В Обско-угорских Языках Немножко Меньше Лобиализованный Вариант Этого Тоже Самостоятельного Фонема Г Которые Занимаются Восточный Хантыйский Диалектами Особенно Сургутскими Уже Могли Слышать Этот Согласный Хва Я Конечно Не могу Точно Произносить Хотя Попробовал Учиться Произносить Я Работал С Двумя Информантами Которые Говорят Сургутские Диалекты Фамилия Одного Моего Информанта Может быть Известна И вам Груня Песикова Отличная Женщина Она Очень Хорошо Образована И по Лингвистике Другой Мой Информант Груня Говорит Пимские Дели И Другой Сургутский Информант Сопочин Который Знаете Тоже Прекрасно С Которым Я Работал Может быть Два Месяца Еще В Бывшем Ленинграде Да Я получил Очень Интересные Тексты От Него И Были В Сказках Слова Или Предложения Которые Он Не Совсем Понял И Он Мне Рассказал Что Его Дед Шаман И Когда Был Дома Зимой Старый Шаман Дешифрировал Старые Тексты Таким Образом Я Тоже Мог Переводить Все На Венгерский Язык Но Обращаемся Опять К Фонологической Системе Древне Антойского Языка Было Было Наипроще Если У вас Вопросы В связи С этим Потому что Вы здесь Исследователи Этих Языков Таким Образом Я Не могу Заставлять Вас Слушать Такие Вещи Которые Вы Очень Хорошо Знаете Да Конечно Вот Не могли бы Вы прокомментировать Историю Происхождения Щелевого Я Я Я Я Я Я Я Николай Сергеевич Задавайте Задавайте Прокомментировать Историю Происхождения Вот этого Согласного Который Обозначается Да Да То есть Откуда он Появился В чем Почему он Такой Специфический Прекрасный В основном В Обско-угорском Обско-угорских Языках Этот Согласный Возник Из Сибириантов Уральского И Финно-угорского Языка Основы Значи Сибириантов Совпадали Стало Теетар Греческой Это поздний Угорс Основа Такой Согласный Так Уже 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 Нету Но Который Изучался Материал Собранный Финским Ученым Каррио Лайненом В Ликресовском Диалекте Дальше 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 Данных Можно Видеть Даже Теетар Согласны Но Как выяснилось Этот Информант Произносил Произносил Ошибочно Некоторые Звуки Значит Теетар Был в Ликресовском Диалекте Но Не Было И Эта Подняя Угорская Эта Разбирала Дальше В Фантинском Языке Става Таким Клазер Ликвидай Которая Существует Все еще В Сургутских Диалектах И В Казинском Говоре Это еще Третняя Антильская Форма Которая Которая Става Которая Ваховском Диалекте Л В Существом Диалекте Е Нол Сейчас Пишу И Пример Сургутских Диалекте Тром Юган Тром Аган Юган Остался В Южных Или Иртических Диалектах Став Т В Северных Диалектах Имеются Разные Представители Этого Вреднего Антильского Согласного Ни Такого Диалекта Тоже Т Значит Это Север Диалекта Диалекта Тазимском Атлан Х Других Мы же Прочем Тазимском Диалекте Л И Теперь Возьмем Кушать По-французски Два 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 Сюга Пятая Сорву Моя Транскрипция Сравнительно Грубая Два Лезья Шерков Тата Тазым Плата И Побдорск Пророждение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Это история этого особенного хантыского согласного. Но кроме того, может быть, я могу представить добавление. Я думаю, что этот «фл» существовал уже в языке основы в финно-угорском. Вероятно, вы знаете, что рингерское слово «толк озера» – старое уральское слово. Соответственно, имеются, между прочим, и в обско-угорских языках, в самом низких тоже. И самое важное здесь, что в прибалтийско-финских языках имеется слово. Кто знает это слово? «Болота». «Болота» и «озеро» – понятия сравнительно близкие, правда? Есть другое соответствие. Перо по-венгерски – «толк». Перо по-венгерски – «толк». Перо по-венгерски – «толк». «Толк». «Толк» – «от» Joy» – «венгерски – Blizzard», «b», «r» – «t». Невозможно с точки зрения истории консалантизма финно-угорских языков, по крайней мере, мы не можем исходить ни из Т, ни из С. Но эти слова должны быть родственник, друг с другом, и единственное возможное решение здесь, сюда, с таким согласным в языке основы. Мы здесь можем считать опять с Т, Т станет И, С, С, И, Х, то есть, Х, это выстрелили. И потом, как в английском, где-то станет в дальнейшем LTE и 0 в одном городе. Так, я обогатил, если я могу так сказать, запас согласных фонем финно-угорского языка основы с этим согласным. Значит, вот это моя маленькая, короткая сказка об этом согласном. Может быть, есть еще другие вопросы в связи с этим? Нет? Можно еще один вопрос? Я не финно-угровед, поэтому мне интересно... Мне интересно, кто назвал этот L, именно, сказал, что это именно L, ну вот это вот. Кто сделал это определение? Все. Потому что, извините, я перебью, на слух, в некоторых случаях, это все-таки такой передний смычный Сибелян получается. Не совсем L, похоже. Так. 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 Продолжение следует... 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 Проверить, что она писала, сказала. В лаборатории как раз писала. Это все? Ну, пока все. Окей. Спасибо вам. У меня еще один вопрос. А как этот звук отражается в заимствованиях? Не видя заимствования, что, конечно, не значит, что его нет. Нет. Надо посмотреть, коми заимствования хантейских диалектов. Мы вспомнили одно слово, в котором этот звук есть. Русское слово лавка, магазин, заимствуется и в нем появляется шапка. 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 Еще один факт, на который хочу обратить ваше внимание. В системе имеются так называемые кокуменальные согласные, все они дентальные или альвеоларные, гвази-алвеоларные, N, J и L, которые более-менее сохранились даже и в современных диалектах. Не везде, но в большинстве диалектов они все еще находятся. Кроме того, такие кокуменальные согласные имеются и в других родственных языках, прежде всего в пермских языках и в некоторых марийских диалектах, в приватиско-финских, в самских, в мордовских и венгерских диалектах. Таких нету, даже и в мансийском отсутствуют эти. Это только фонетическая особенность в других финно-угорских языках. Фонемами являются только в хантыских диалектах. И, кроме того, существуют и палатальные, палатализованные, дентальные согласные. Видите, вот в этой колонии ТНЧ-Ля. Иду туда. А можно вернуть вниз вот эту табличку? Вот вопрос по поводу среднеязычных. И там у вас есть в среднеязычных вот такой вот... Вот это вот что такое? С... ну как бы... С... с... Диакритикой с косой... Нет. Че правее. Он в кокуменальных стоит. А в среднеязычных стоит... Вот он. Вот где е, те, не, те... Да. Вот... Вот этот, да. Это согласный существовал еще в среднеангельском языке. В современных он представлен другими согласными. В самых восточных диалектах это стал те, значит, те палатализованным. И, может быть, да, и в южных диалектах, на севере тоже. Его, как я вижу, нет в казинском, березовском, сынском диалекте. Там стал с палатализованным. Значит, те палатализованные только реконструкция, но разумная реконструкция. Он был как цепа палатализованным или как че все-таки? А? А тогда... Сейчас он как ще в современных диалектах. Ну, древняя форма че, да? Или я что-то не понял. Вот это, это было че, да? Че, це палатализованные. Че, це. Че, це. Все палатализованные и эскалатализованные реализуются немножко разным образом в разных языках. Может быть, це в самой чистой форме я слышал русской речи, но в пермских языках это как эссе палатализованные. Значит, произносится эсс немножко заднее, как эш, и палатализуется. Но фонематически обозначает только, обозначается только эс палатализованное. Но он в Те перешел. Те? Какая проблема с этим? Согласны? Ну, Че обычно в Те не переходит, если так. Ну, обычно бывает процесс обратный. Те в Те, потом аффицируется, потом переходит, либо... А потом шипящий, шипящий, свистящий, потом Хе и готов. Возможные изменения и широкая область реализации. Вот как-то этот процесс получается. Больше я не могу сказать. Спасибо. 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 Вы знаете, что в языке основы имелась гармония гласных, это явление сохранилось и в угорских языках. Самые архаичные диалекты имеют все еще эту гармонию гласных, венгерский язык тоже, в древнехантыском была такая система, ясно-вельярные и палатальные гласные, две степени так называемой долготы, традиционно называются долгие гласные полные и короткие, краткие, редуцированные, но название редуцированное не совсем правильно, потому что хантыские гласные не шва-образные гласные, все они совсем ясно отражают характер АО и Э. В не первых слогах система была похожая, но более простая. Здесь имелись только верхние и низкие по подъему языка, пока в первом слоге три подъема было. Среди редуцированных не первого слога было тоже два гласных, вельярные Э и палатальные Э, которые все еще существуют в восточных диалектах, в Ахувасюганском и Сургутском диалектах. Очень многие исследователи не обозначают эти отдельно, только один единственный гласный, то есть редуцированный. В следующих таблицах видим современные системы гласных, хантыских диалектов. О них не стоит много говорить, все они показываются совсем ясно, какой характер системы имеют. Интересно, что гармония гласных постепенно исчезает из обско-угорских языков. Сто лет тому назад сургутские языки, сори, языки, диалекти имели еще почти полную гармонию гласных, только в юганском диалекте, только в юганском диалекте был немножко беднее. И когда я собирал тромаганский и пимский материал 30 лет тому назад, тогда гармония гласных уже была проще, не было уже и вольярное, только палатальное. Впрочем, здесь есть опечатка, видите где? Вместо «э» должно быть «а». К сожалению, есть опечатки в моем материале, материале, который я заметил только позже. Морфология. Если у вас нет вопросов с языком фонологии, можем переодеть на морфологию. Возьму впервые глагол. В этих языках, хантынском и мансийском, есть особая группа глаголов, о которой я говорил уже в последний раз, когда это было в пятницу. В этой группе такие глаголы, в которых во втором слоге альтернативно появляется гласный долгий, который меняется нулем, в определенных грамматических формах. Эта группа глаголов имеется исключительно в обско-угорских языках. Одна часть этих находится в обоих языках, другие только в одних, в одном или в другом. Такой глагол, между прочим, умирать, умреть. В обско-угорском языке основа была кол, кала. В современном мансийском языке кал, кала. Здесь видите разные грамматические формы, где появляется одна или другая основа. В современном мансийском языке в настоящем времени кал-лавел всегда появляется более длинная основа, кала. И в некоторых других более короткая основа с полным гласным. Колаген умер в одном из прошедших времен. подобные другие глаголы идут дальше. Да. Этот а или а во втором слоге этих глаголов является загадкой. по крайней мере для меня. Не знаю, как, когда они возникли. Интересно, что в некоторых других, так сказать, нормальных глаголах тоже появляются по крайней мере в мансийских диалектах. мин идти ходить старое ирарское слово в южно-вансийском диалекте содержает тоже такой долгий гласный, тематический гласный меня он шел. И даже иногда появляется такая форма и в северных диалектах. В сусвинском диалекте минас шел. Но я видел формы в материале каннистов минас значит редицированным. А именно этот глагол в французских диалектах не имеет это а или а долгое в глаголе идти ходить. Другая группа очень странных глаголов этих языков которые называют глаголами с инстабильной основой и которые имеют соответствие и в третьем угорском языке значит венгерском. Я уже писал вот один глагол кушать. хантыйского и мансийского языков где три основы в обоих обско-угорских языках даже и венгерском здесь вы видите венгерские соответствия глагола кушать э например и этим я кушал эс в настоящем времени эсэн кушаю и эв эвет расчет севремя все эти глаголы наследие из языков основ значит уральского и финно-угорского но не все они имеют три основы и в родственных языках значит кроме угорской группы их поведение совсем нормальное между прочим при бальтийско-финских языках это односмысленно является угорской особенностью здесь мы видели чередование основ другой тип чередования более распространен в обско-угорских языках это чередование гласных которые в некоторых случаях напоминают а умлаут в других случаях облаут германских языков об умлауте говорим когда гласные второго слога влияют на качество или количество гласного в первом слоге этот тип видим в парадигматическом чередовании слов особенно часто выступает это чередование в восточных диалектах и в спряжении и в склонении в притяжательном склонении в хваховасюганском сургутском диалектах имеются такие параллельные формы как здесь кат дом мой дом либо катам либо кутам катам вероятно первоначальная форма и вследствие диссимиляции изменялся и гласный первого и гласный второго слога но в конце концов можем воспринимать это так что гласный второго слога влиял на окрестность поэтому выступает чередование и и палатальном слове есть конечно то же самое чередование здесь вы видите слово собака импом но имеется и ампом но наичаще находятся чередующиеся варианты в текстах чередование парадигматическое видели уже в этих глаголах тематическим гласным умирать колыгам колыгам калавел и так далее и в других глаголах чередуется гласный первого слога гласный нижнего подъема с гласным верхнего подъема как и в глаголе лават кормить лифтом я кормил или лифтем я кормил его и так далее и так далее не только в парадигме но даже и в словообразовании выступает этот тип чередования гласных здесь лих лих кушать глагол основа и образованная форма лават кормить везде в хантыйских диалекциях имеется это пара основного и деривационного глагола в некоторых случаях возникли пары слов с разными гласными в разных значениях такой например тин цена и специальный термин тэн тан калым слово калым знает все тюркское слово если я знаю хорошо угорское или финно-угорское слово словидение и сон улом ухлом отом ахлом с разными гласными на основном здесь было чередование у а в древне антийском языке загадочная пара слов является льод и вода льод односмислено старые финно-угорское слово соответствие имеется и венгерском и финском языках янг как вода стоят долго сепаратно от этого глагола но впрочем позже в течение работ над уральским этим логическим словарем мы связывали эти оба слова и по всей вероятности они тоже продукты чередования гласных парадигмы только содержание этой проблемы имеются три числа в хантыйских диалектах в обско-угорских диалектах которые были даже уже в языках основах в уральском финно-угорском угорском двойственное число является той категории которая исчезает из языков в современных уральских языках двойственное имеют уже только обско-угорские языки самодийские и я мог бы сказать все но в самских диалектах личные местоимения имеют все еще двойственное число и притяжательной парадигме и спряжении тоже есть формы двойственного числа но в абсолютной парадигме существительных уже нету значит категория исчезающая когда-то индоевропейские языки имели эту категорию физика основы была она еще современно в европейских индоевропейских языках уже только три которые знают это и славянских которые кто знает вы уже знаете славянские изгерманских вислянские и греческие новогреческие в притяжательной парадигме и спряжении глагола имеется тоже три числа когда речь идет о числе обладаемого или прямого дополнения если говорим прямом дополнении думаем конечно на объектное спряжение глагола которое имеется во всех трех угорских языках очень развитая система такого спряжения есть и в мордовском языке и самодийских языках некоторые следы имеются и в пермских языках и поэтому некоторые из нас думают о том даже я что это двоякое спряжение было уже и в уральском и финно-уральском языке основе и система была упрощена позже в некоторых языках имеются три лица три раза три лица время настоящее и прошедшее но чрезвычайной особенностью особенностью является вахвасюганской идеале где имеются четыре прошедших времени так как перфектум имперфектум перфектум историкум имперфектум историкум о функциях которых возникли многие работы но дело в том что все еще не знаем точно которое прошедшее какую функцию имеет или был бы должен иметь это не редкость и в историю истории моего родного языка было несколько прошедших времен в восточных диалектах в транссильвании есть все еще но мы тоже не можем точно определять по крайней мере в прошедшем которое время какую точную функцию имела типы наклонений как в большинстве языков здесь находится и одна особенная категория наклонений неочевидного действия во многих финногорских языках имеется эта категория в других нет так например в венгерском его нет на западе в приватийско финских языках тоже нет может быть что-нибудь подобное есть залог действительно страдательный о страдательном залоге буду говорить больше число определенного объекта но единственное число конечно имеет и имеет всегда нуль знак морфема двойственного числа это гамма г уральское наследие это число находится и в самодийских языках с этой же морфемой и если я знаю хорошо сам съездил тоже могут указывать на гамма в историческом смысле слова и множественность выражается в парадигме притяжательной L морфемой это обновление хантыйского языка и предлагаю вам теперь иметь перерыв потом продолжаем спряжением глаголов разных диалектах а если есть вопрос я попробую отвечать и поэтому я не перерыв от меня не то такое